Почему мужчина не хочет жениться? Ну, он не уверен, он хочет сам принять решение, у него есть негативный опыт. Нет, у него сомнения усиливаются. Он наоборот еще больше начинает отстраняться от этой женщины. Как мне стать такой женщиной, возле которой мужчины не сомневаются? Как мне стать той женщиной, которая видит, а мне точно с этим мужчиной не по пути или нет? Ну, чего я буду сомневаться, если таких, как она, больше нет. Таких женщин забирают замуж, забирают, не тупят. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, и прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, психологией отношений, начиная с 2014 года. За это время мне удалось достичь отметки 1 миллион подписчиков на YouTube, более полумиллиона в Instagram и десятки тысяч выпускниц длительных обучающих программ. В Instagram я провел уже личных разборов, ну, наверное, сотни, буквально за пару лет. Если вы подписаны на мой Instagram, то вы понимаете, о чем идет речь. И да, нередко есть такие запросы, достаточно часто. Почему мужчина не женится? Почему мужчина не предлагает замуж? Почему мужчина тянет резину? И запросы разные. Мы живем год, а он не зовет, два года, пять лет. И я увидел закономерность. Конечно же, можно говорить сейчас про поверхностные вещи. Ну, потому что, почему мужчина не хочет жениться? Ну, он не уверен, он хочет сам принять решение, у него есть негативный опыт, он там боится чего-то. Можно об этом разглагольствовать, но я не хочу в этом видео говорить об этом. Я хочу поговорить о закономерности, которую я вижу за весь свой шестилетний опыт и десятки тысяч выпускниц. В большинстве случаев, да не то чтобы в большинстве, в подавляющем большинстве, это 99%, это женщины, у которых есть определенная особенность. Это женщины, которым страшно, у которых есть страх, и у нее есть страх остаться одной, у нее есть страх быть ненужной, страх быть брошенной, преданной. И на основании этого ей очень хочется свадьбу, ей очень хочется женитьбу. Конечно же, она в этом себе не признается. Она говорит, ну как и все, я как и все девочки, все же девочки хотят жениться. И что происходит из этого страха? Женщина начинает, как вести себя? Начинает давить, она начинает быть неудовлетворенной в отношениях. Неудовлетворенно скрытно, она может внешне улыбаться, а внутри неудовлетворена. Либо чаще даже внешне неудовлетворена. Начинает давить, начинает требовать, начинает, знаете, фразу, которая повторяет, дожимать мужчину, то есть дожимать, чтобы получить результат, то, чего она хочет. И даже, возможно, вы вот сейчас смотрите это видео. Так вот, номер один, моя рекомендация, как сделать так, чтобы мужчина хотел жениться, это избавиться от страха остаться одной, избавиться от страха быть ненужной, избавиться от страха, который заставляет тебя иметь это желание. Или страх, или, опять же, это усиливается еще родителями, которые говорят, когда ты выйдешь замуж, друзьями, которые уже, подружками, которые уже замужем. А что происходит, когда женщина начинает давить? Ну, конечно же, мужчина, у него желание усиливается. Нет, у него сомнения усиливаются. Он, наоборот, еще больше начинает отстраняться от этой женщины. И поэтому, еще раз повторю, нужно избавиться от этого страха, от страха одиночества, от страха остаться одной. И тогда что происходит? У меня уходит страх, уходит неудовлетворенность, уходит напряженность. Внимание с мужчиной перенаправляется на себя. Когда женщина становится более спокойной в хорошем смысле, более довольной, более уверенной в себе, с более здоровой самооценкой, как реагирует на такую женщину мужчина? Конечно же, он теплее начинает к ней относиться. Он видит в ней больше ценностей, он еще больше в ней уверен. Потому что, если глобально мужчина не хочет жениться, ну, это точно говорит о чем? Что, ну, он не видит в тебе лучшую женщину. Он точно что-то его останавливает. Ну, представьте, я перед собой вижу офигенную женщину, которая понимает, что это лучшая женщина. И я точно в этом уверен, я проверил за годы наших отношений. Но чего я буду сомневаться, если таких, как она, больше нет? И знаете, в большинстве случаев, когда женщина приходит с запросом, почему мужчина не хочет жениться, когда я спрашиваю, а в ваших отношениях все круто, кроме только одного, мужчина не хочет жениться? Ну, нет. Начинается там история. Да, у нас есть ссоры, конфликты. И не только на почве, что мужчина не хочет жениться. Ну, разные конфликты, разные ссоры. Но у женщины почему-то есть ощущение, что если мужчина поженит, если мы поженимся, все изменится. Или это дело лишь в том, потому что мужчина не женится. Вот если бы он поженился, отношения были, обрели другой смысл. Или новый этап бы начался. Не начнется никакой новый этап. И понятно, что если есть ссоры, ну, понятно, что это тоже очередное подтверждение, почему мужчина сомневается. И я не говорю к тому, что вы должны бороться с мужчиной, воевать с ним за эту женитьбу, а нужно все то внимание, энергию, которую вы направляете на мужчину, чтобы его дожать, нужно забрать эту энергию и отправить на себя, и задаться себе вопросом, как мне стать такой женщиной, возле которой мужчины не сомневаются, как мне стать той женщиной, которая видит, а мне точно с этим мужчиной не по пути или нет. И часто женщина хочет жениться замуж, но она даже мужчину этого не видит, ну точнее она вроде бы знает этого мужчину, живет с ним пару лет, но она даже не знает, какой он на самом деле, только после женитьбы обнаруживается. И может быть, если у вас сейчас отношение не очень, может быть это знак, что не нужно давить на женитьбу, может быть нужно сначала наладить отношение? Опять же, я это видео записываю из своего опыта, из своего практического опыта, начиная с 2014 года, я еще не видел ни одну женщину, которая реально уверена в себе, у которой здоровая самооценка, которая знает, понимает свою ценность, которая разбирается в психологии мужчин, которая понимает психологию отношений, где действительно счастливые отношения, она говорит, почему он не женится? Вот ни одного такого случая не видел за 6 лет. Да, есть другая крайность, которую называют, мужчине так удобно. Удобно что, в твоей квартире жить? Ну так прости, ты его привела в свою квартиру, а толку от того, что он женится? Что удобно, за твои деньги 50 на 50 жить? Да, есть такие мужчины, которым удобно. Ну так а при чем тут женитьба? Понимаете? Но если вы даже в отношениях не позволяете в хорошем смысле слова мужчине расслабляться, то есть мужчина действует, зарабатывает деньги, достигает цели, обеспечивает семью, хорошо к вам относится как к женщине, в его глазах вы видите счастье во взаимодействии с вами, то такие мужчины не тупят, потому что таких женщин мало, таких женщин забирают замуж, забирают, не тупят. Поэтому, дорогие, пожалуйста, перенаправьте свою энергию на себя и на свое развитие, и тогда вам будет понятно, по пути вам с этим мужчиной или нет. Но если вы будете сфокусированы на том, как дожать этого мужика, чтобы он женился, то это чревато последствиями. Я часто вижу проблемы в отношениях, когда эти отношения начались нездорово, когда начались дожима, когда женщина дожала мужчину, и он там под страхом расставания, либо под каким-то предлогом согласился жениться, а дальше что? Там много нюансов. И женитьба, рождение детей, это не спасет, это не сделает отношения счастливыми. Отношения счастливыми вы можете сделать вы сами, начиная с себя и уже смотря на реакцию вашего партнера. Если вы хотите подробнее разобраться, что такое женственность, что такое женская ценность, как работает мужская психология, как работает психология отношений, там есть простые, понятные закономерности и правила, которые работают без драм и манипуляций. Я приглашаю вас на бесплатный курс онлайн в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без драм и манипуляции». Где вам еще будет более понятно, что нужно делать с собой, чтобы в жизни получать те результаты, которых вы хотите и которых вы достойны. Прямо сейчас под видео записывайтесь и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и делись в комментариях, как тебе это видео.